мои дорогие телезрители рад приветствовать вас в новом выпуске утро начинается именно так открываешь холодильник оттуда тишина и темнота время 7 10 у нас отрубили электричество пришла смс-ков 620 как говорится пошла жара чем жарче тем хуже с электричеством в калифорнии но вот в бэйере это точно от адской жары перегревается система электроснабжения она здесь древняя щита потопные деньги в нее вкладывать или не хотят или не могут как-то так но славься газ смотрите шипит а вот это пик 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 который поджигает не работает слава богу слава богу в нашем доме живет бывший курильщик со стажем зажигалка всегда имеется подожгли нагрел воду сейчас детям сварю кашу его чайник не работает деткам сварю кашу и едем на таху а серочка вас сегодня придут покормят я не буду вас кормить чат кошки с утра уже поедет довольно еда есть только они кушать не хотят клево машинка тоже она как бы от электричества на снизу батарейки есть то есть свет выключился батареек работает так кто-то у меня зарядку делает как самолетик летает покажи и вот так вот здесь он не полетел вчера зизи все одеваем детей поехали о обратите внимание во всей красе красавец мне все на 500 километров мотать ну доедем чего куда деваться прикольно гараж но электричество же нет вручную открыл машину выгнал зашел вручную закрыл вышел через парадную дверь смотрите 1 на машине мы еще два пакета еще одну сумку собой взяли тележку загрузили погнали рино р-е-н-о невада сколько 500 километров где-то так 321 даже 3 часа 11 минут 244 до рино и меняем маршрут едем на и холый 220 туда и потом еще почти два часа от эхо до рино так что такую петелечку в час 15 добавляем мне кто-то звонит электричество дома дали кстати обещали в 10 вот время 928 только что пришла эсэмэска я сразу проверил до электричество дома есть замечательно вот самчик ну что подкрепившись заправившись теперь у нас полный бак катим до эхо лейка где у нас первый хайк будет я говорю мы крюк в час 15 делаем вот час 20 ехать до эхо лейка еще погнали надеюсь мы там парковку найдем прошлый раз если я не ошибаюсь я там был самарус и один раз я не знаю маша была до меня там еще на поисках может но я там был один раз и я просто как горилла в эйфории типа куба далеко куба далеко куба рядом танцевал и плясал потому что у меня был аутландер все места были заняты и там был такой пригорок я просто вот так вот полубоком аутландер стоял под таким наклоном я припарковался я просто муа боготворил свою машину и и клиренс и и полный привод что я туда в лес устоял и потом благополучно уехал не знаю то есть на такой пригорок на этом автобусе точно не заедешь поэтому я надеюсь что будет место огромный плюс что сегодня пятница не суббота субботу точно места не не будет там и огромный минус что мы приедем туда пол двенадцатого так что посмотрим что победит плюс или минус но как говорится путешествуйте сережки сережка всегда найдет место вот и посмотрим так а мы уже въехали в эльдорадо форест за бортом 91 градус кстати в этой области уже 92 градуса маша прочитала так что уведомление что в этой области завтра уже будет 42 то есть у нас 37 39 здесь 40 лет а мы все это у хотели лететь охладиться да но думаем ладно поедем но 42 это замечательно потому что можно в ледяную в ледяном озере тахо охладиться горная речка течет сбоку связь закончилась потому что не все дети или пошли видят у себя на тарелке после вмешательства родителей вот варить водичка ты бы должна быть предъявлена в целом виде если вы предполагаете готовить еду кусочками виде красота без строганова асу или еще как-то лучше сначала показать ребенку и и продолжаем слушать книжку так ему спокойнее будет заодно научите ребенка правильно разделывать дужу курицу например или разбирать цветную капусту на соцветия у ребенков закончилось терпение мультики им надо ну и они мару с телефона им песенки запускает притихли на секундочку а мы катим нам 22 минут осталось до озера и я не теряю надежду найти там парковку природа какая пошла ребятки гранит кругом карстовые породы какие-то я не знаю ёлки пальмы кончили ухты какой красавчик трехколесный следы пожаров вот с правой стороны еще полностью обгорелые столбы вот они обалдеть какая площадь просто погорелки и не думаю что это контролируемый пожар был так у нас высота 5000 футов так что знак стоял какой поворот затяжной на 180 градусов 6 тысяч футов ну да это что-то в районе двух тысяч метров над уровнем моря смотрите такой офигенный поворот а мы 80 километров в час идем ну я 90 шел но передо мной машина тупит вот медленно едет это здесь разрешено 55 миль в час то есть те же самые 90 километров я ее пью пи ей зиняня я и пи пи даже на такой высоте 2000 футов вот снег на секундочку 81 по паренью гейту а там снег я не говорю про верхушки сиерры ребята 8 минут и мы будем спать уже капризничают спать сегодня рано проснулись дома я думаю почему домов нет дома выговоренные я вижу остатки каминов бочки бойлеры какие-то здесь дома были я помню мы проезжали после пожара это было где-то года два с половиной три назад смотрите все расчищено здесь стояли дома вот бочка смотрите вот бойлер стоит здесь был дом обалдеть просто ничего все выгорело я в шоке здесь целый поселок был и он весь сгорел то есть моя теория что это неконтролируемый поджог оправдалась вот домик остался смотрите все вокруг сгорело дом окна заколочены и на нем стоит надпись фоссейл это уже второй дом я вижу вот еще один дом уцелел обалдеть вот электричество столбы здесь были дома смотрите он нежилой каркас удалось спасти еще сейчас делать здесь просто но здесь уже не поживешь вау страшно очень страшно он улица название подъезд поселку здесь тоже самое вам пару домов еще целые давайте сейчас попробую камин какой-нибудь найти как там просто знаете камин труба и печка стоит а как бы видно площадь дома который когда-то здесь стоял 7000 футов или вейшин еще ползем выше и выше все едут прямо мы сворачиваем это хорошо что все едут прямо мы потом туда кстати тоже поедем но для начала эхо лейк 4 минуты 1,8 километра так но паркинг or public road right of the way все понятно о снег начал высота семь с половиной тысяч снежочек вот они домики смотрите какая красота шалешки дерево рухнуло вон спиливают вот щепки на дороге лежали хорошо успели убрать вот на такой машине очень благое дело парковаться когда out вот на такой пригорок вот так вот и ставил полубоком то на этом автобусе не сделаешь я надеюсь я местечко найду торжественный момент 50 ярдов кругом снег вон оно озеро вот парковка 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 есть место есть 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 я одно вижу а вот оно для меня вот оно наверное это место если нет там вон на песочек станет вот место есть одно подожди я на асфальт хочу встать по-любому же будет вон там мужик уедет я его выгоню вот это это женщина ну ладно не буду выгонять вот местечко для меня смотри какое хорошее вот она они этот не место машины это не место давай сюда проедем здесь посмотрим да но там одно было вот места вот так да это места просто они такие короткие друзья вот здесь вот возле снега я воткнулась вот здесь есть место ну вот место замечательно прям снежочек путешествуйте сережкам всегда место найдет смотрите сумка у нас приорите и сумка и чемодан там еще этикетки от аэропорта и даже ничего не разгружал не разбирал сейчас мы что делаем достаем отсюда рюкзаки и как те зебр галопом хайкать идем снежок выгоренный лес эхо лейк вниз туда по долине таху где-то в пределах часа езды рюкзаки готовы сажаем сейчас детей маша их переодевает они спят на полтора часа хайкать я здесь уже вот второй раз получается маша на поисках была пару раз да и так тоже хайкать ездила без меня эльдорадо гидроэлектрический проект вон снизу дамба такая плотина мы прям по ней пройдем и потом вот так вот по кромке вон снизу парковка я там мог бы запросто встать или там только те кто лодки выгружает ну да пофиг вот сейчас по по плотине идем и вдоль озера офигенный хайк я помню в свое время там мемуары гейши слушали тебе нормально там братья не спать и все давай просто очень жарко кстати как ни странно интернет есть пару статусом сколько температура посмотрим что нам интернет говорит интернет говорит 24 градуса но ощущение как все так решили по асфальту не идти где-то должна быть тропа ищем тропу спать не ки что погнали вон озеро демка игров эхалик а вот и 3 обозначение вот он идет вниз решили не по асфальту идти вот-вот дорога маш что записи ти маша горит это писи ти виду кто то писи ет но не что-то обозначение видимо какой-то спасательной дороги на 5-6 риски термина выражает тут водопад полундра я тахо вижу вот хребет на нем елки а за елками я вижу вон вон те горы это уже невада вау или подождите да это невада потому что она в снегу вон да вон снежные шапки это невадская сторона о вот он вот он тахо весь вау красавчик красавчик озеро кстати мы познакомились с парой я уже в очередной раз говорю вот они завтра приедут женя настолько крут в плане хайкинга он делал джон муир трейл весь от начала и до конца за неделю или за 10 дней судя по маршруту получается за за неделю короче весь трейл он и с подъемами и несколько перевалов приличных там в несколько тысяч метров где туалет вон там ближе ставь давай ставь здесь прям давай я держу я держу так вот же не делал весь это джон муир трейл прошел отойди в сторону суда и получается он в длину 340 километров же не горит они в день по 50 километров с другом проходили но это блин серьезно дедуля стоял остановился я мысль закончил и он я так и знал что спросить на каком языке разговариваю на каком игру на русском он такой вау ты из россии я говорю нет я из германии но я говорю на русском и немецком грамм не мать немка отец был русским он такой вот клёво говорит еще ты говоришь по-английски я говорю ну да стараюсь я говорю я еще учу сколько времени прошло я все учу он говорит я преподаю английский язык студентам со всего мира я учитель и твой английский говорит охрененный я говорю спасибо сэр он говорит нет я я кроме шуток говорит твой английский и произношение у тебя не русская я гранул видимо сказалось то что я в германии последние 18 лет жил до того как мы сюда переехали ибо с произношением да чисто такого let me speak from my heart у меня точно нет это я сам знаю но все-таки я считаю произношение у меня такое типично софт рашен как говорится они хард рашен вот ну блин приятно когда учитель английского языка тебе говорю что твой английский у хорош хорош он не сказал он идеальный он сказал very good мишки есть смотрите прикольно ну чё понеслась по дамбе пойдем маш horse trail trail так вот женя этот вернемся женя этот trail делал с другом в 10 дней или в неделю я не помню несколько перевалов как я уже стал в несколько тысяч метров и 340 километров весь trail то есть если американцу сказать ты делал джон мувер trail он скажет вау потому что действительно вау вот настолько крутой женя и вот завтра мы тоже будем хайкать но у них тоже 22 годовалых 22 годовалых два годовалых близнеца пацана плюс сына пять лет то есть если с женой могут годовалых вот так вот в рюкзак как мы и пилить куда угодно то пятилетний артур ну сами понимаете пятилетний ребенок много не в силу пройти но вот мы прошлые выходные ездили я был шоке с пацана насколько он но не то он ни разу возьмите меня на руки возьмите меня в коляску пацан шел до отвлекался там листочки деревяшечки собирал на это делают все но пацан вообще молодец так что всему свое время мы еще на более сложные хайки будем ходить все вместе кстати я очень хорошо помню этот рейл мы здесь начинали как я уже до этого говорил слушать мемуары гейши или продолжали но он просто а заканчивали здесь мы здесь на этом трейле закончили мемуар гейши до книга конечно книга отборная ну и хайк сам кстати мы тогда шли тоже было тепло безветренно и солнце светило но вау чинук вот маруся на поиске вот в этих лесах вот на таких чинуках летали то есть у него зад открыт смотри марусь как как ты летала зад открыт оттуда люди сидят с биноклем как вариант выискивают где-то кто-то потерялся или чем такое какой вертолетик до клевый погнали так о водяное такси даже есть прикольно так но мы поехали где-то 2 мили в одну сторону 2 мили в обратную 4 мили что-то в районе шести с половиной километров рассчитываем на полтора часика посмотрите какая красота птички сверещут и чего вы замолчали слышали о я не голословлю я могу конечно слегка приукрасить но вот врать нет нет не мое и по поводу слегка приукрасить если спросить маруся она говорит я так приукрашу что там и правда не видно порой не на самом деле погода огонь ветра нет солнце лоб вспотел хотя всего лишь 24 градуса наверное солнце ощущается жесть как жарко мухи летают оля бзыки вот такие вот огромные серые садятся и и кусаются бзик снежок снежок блин какая красота как бы хотел в эту воду окунуться но если я не ошибаюсь здесь купаться нельзя все-таки это резервуар с водой сейчас дальше пойдут вон я уже вижу крыши домика то есть такой вот коттеджик можно снять что мы собственно говоря и будем делать в будущем вот с пиявками выезжать а чему говорю будем делать в будущем мы конечно не такой маленький домик и не здесь но все-таки мы огромный пятикомнатный дом арендовали и вот будем есть но не видим смысла вот этот дом я могу себе представить вот то что мы тот пятикомнатные взяли за штуку на неделю получается на 5 дней на 4 ночи вот этот дом здесь я думаю будет стоить тысячи две а то и три поэтому все таки вот такие дома это было бы конечно интересно но это будет бить по карману поэтому лучше в часе езды отсюда там живем а вот здесь вот наслаждаемся природой смотрите как клёво вот у него домик веранда вниз лесенка идет и новым как там причал небольшой лодка как вариант слушай а можете купаться можно для тех кто живет можно марусь не знаешь вон гриль короче кайфушечки ты не спишь дружок скажи какой спать нафиг тут такая красота снег вода все что я люблю кстати маме звонил вот буквально час назад когда мы на заправке останавливаться сапчик для давайте буду рассказывать показывать природу рассказывать у них ливень вселенского масштаба в германии в баварии там там просто она показывает у нее балкон поплыл не вот на балконе коврик лежит искусственный типа этой травки он просто приподнялся чуть ли не на 10 сантиметров и плавает по балкону вот сейчас если моя мама смотрит скажет ну ты приукрасил но ты просто отец разукрашивания вот не ну в любом случае там такой ливень и пацаны увидели дождь у них истерика вау нифига себе водопад я вот первые дожди когда у нас пойдут в ноябре месяце с пиявками прямо на улице выйдем будем под ливнем бегать это будет их первый забег под дождем дождь они видели вот такой вот мощный всего лишь один раз это мы были в италии а вот дождь будет мы прямо откроем гараж выйдем в труселях купальных и будем бегать под дождем такие дела слушать я детки конфетки вообще спать не хотят в машине клевали носом орали орал именно ты майки хоть занимался игрался кстати у нас я не знаю нейт хотел сказать последнее время да нет это где-то уже с полгода просто категорически не любит ездить в машине ему или скучно или скучно скорее всего буду здорово спасибо вот подтвердил ему скучно там то есть а маруса сидит там как клоун с бубном как шаман и такие игрушки такие а ему все по боку просто не любит ездить в машине не хочет но но приходится ибо рано или поздно я думаю он с этим смириться мы идем чтобы они поспали смотрите вообще не в одном глазу а когда мы спать будем когда мы будем целый час до таху ехать сразу не уснут уснут за полчаса наверное до того как мы приедем на полчаса мало на тарзанка смотрите залазишь на веревку и туда прям воду значит купаться можно видимо для тех кто здесь живет вау так у нас и дорога в города в гору с камнями с корешами а на и засыпает от замечательно майк спит да ну он все сейчас отрубится сейчас кепочки оденем на детей конечно давай здесь детей унесло сначала уносить пять минут назад мы на них надели кепочки и они дрыхнут и один и второй замечательно время пол первого час часок поспят и потом поедем дальше кайфово потом шиппатаха когда побегаем по воде как достаточно тепло вода холодная это будет замечательно вышел из ледяной воды и сразу на теплышко это теплышко в тебя светит благодать люблю такую погоду все уже неоднократно говорил какие водоемы я люблю я не люблю океан реки реки не люблю из-за комаров океан не люблю из-за солености моря то же самое я люблю озера комары камыши скажете да только из озер я люблю горные озера вот не комаров не камышей вода ледяная и пока ты сбираешься забираешься на гору ты весь потеешь ты весь убитый и в ледяную воду в швейцарии было одно озеро там была вода 6 градусов погода была тоже что-то градусов 15 или что такое даже пасмурно местами и мы поднялись туда наверх с меня текло как не знаю с кого и в эту шести градусную воду это был кайф вот такие озера я люблю или здесь мы ходили тоже сьерра невада тоже есть ролики помню он сможет вдвоем ходили сюда детей это было кайф дети подрастут когда им будет ли 10 а когда 15 там вообще можно любой хайк делать до 10 желательно детей не напрягать его кости не упругие не до конца так сформированы а вот 15 лет для детям будет боже мой это мне 55 и поверьте я в 55 что в гору буду лазить дай бог надеюсь физическая составляющая будет позволять но желание желание у меня сейчас есть и я уверен она в будущем не пропадет где у меня тут ребятенок на этот край уснул шладко-шладко минут 25 так ничего развернулись идем обратно мы дошли до там момент где начинается дорога в горы в горы в но мы туда лезть не собирались кому где-то я не знаю минут сорок пятьдесят сюда шли а ровно час вот наша говорит ну этот час назад то есть дети хорошо поспят прежде чем ехать дальше там и сюда получается почти два с половиной часа ехали от дома и дети устали в машине сидеть на протяжении всего этого времени в рюкзаках они спят потом перед тем вот там где дамба мы чуть-чуть побегаем пешочком до машины и поедем смотрите какие ракурсы в обратную сторону а вау красотища он где-то вон там вот в конце с той стороны озеро наша машинка припарковано еще раз на помню озеро эхо лейк озеро эхо еще 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 попей час поспал покажи камушками как и стучишь покажи попадал камушки вот так сделай тук 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 сделай твой молодец братику показал как надо камушками стучать мы еще братику тоже камушки найдем слушайте вон семья мама папа два дитя девчонки лет 12 пацану лет 15 купаются собачка прикольно спускайся вниз вода прозрачная сейчас довольно таки жарко все безветренно говорю просто благодать ты вылазишь с ледяной воды встаешь и просто солнце тебя согревает потому что если был бы ветерок это было бы вообще не комфортно ни разу ветра нет просто солнце тебя обжигает вот эти капельки воды и преломление света от солнца как эффект линзы ты просто настолько обогреваешься просто кайфово люблю такие моменты до 2 момента вот в такую погоду первый момент это когда забегаешь в ледяную воду и второй момент когда влазишь встаешь вот так вот расправлять крылышки как баклан и сушишься ну вы посмотрите какая милота иди братику ручку дай братику братику ручку дай и осторожно идите с братиком пойдемте давай держи другую ручку братику дай другую ой молодец только не упадите милота блин зашкаливает аж просто маме ручку да давай папе ручку пойдем другую другую ручку вот эту пойдем умничка мой да смеемся так здесь папа за тобой будет смотреть чтоб ты не улетел сюда будет больно и обидно а сюда будет страшно но не больно спускайся аккуратно держит за перила молодец покажи как мы дома умеем пойдем сейчас пойдем там водичка пошли пойдем вот так об молодец за перила вот так и еще и вот так она большая прыгай от молодец и побежали 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 братиков дай братику ручку собачка там задай братику ручку маш но он же ему руку хотел дать ничего что собака собачка цари какая собачка иди братику ручку дай дай братику дай братику ручку вот молодец пойдем пойдем иди 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 аккуратно братику братику ручку папе да либо папе либо брать нет я вот держал пари что ты пешком не захочешь и тебя будешь кричать ручки мне очень нравится да прогуляться надо ибо нам еще целый час ехать какой кайф она работает второй раз включил на вторую 10 минутку да наша машина снежок не надо такой грязный трогать там сейчас холодрыга быстро детей маша залазит дверь закрывая чтоб холод не вышел и ой там прям на 60 градусов так бегом мама дает рюкзак я все достану закрывай дверь чтоб сквозняка не было я сейчас там дверь открою закрывай заходи ну что полчаса до города south lake tahoe 25 километров вот прям уж на собственно говоря на озеро поехали 7382 это саммит самая высокая высота вот этого эхо лейка спускаемся вниз и перед нами открывается тахо пам вот это вид на миллион невада за озером класс мужик спасибо тебе огромное что всю колонну за собой не тянешь съехал тех пропустил чавы 35 миль в час ограничения но мы все так полтосик идем 49 передо мной машина не дает больше разогнаться радаром и и зацепил и едем а красота красота то кругом какая посмотрите для пота ну что мы сейчас про хайкали 4 мили это вроде 6 километров подъем хоть и был небольшой постоянно всю дорогу туда в подъем обратно с горки я рюкзак снял думаю на хрень я бы просто скуки наверно бы помер если бы я делал этот трейл водичка потекла водопад я бы со скуки помер если бы этот делал трейл без рюкзака не нас действительно с рюкзаком нас только выматывает на днях просто марусь хорохорился да я 8 миль да нефиг делать подъемом 1000 футов и я наверное это сделал за день там разбив на две части ажин а то и на 3 но но я думаю это я бы потом умер в данное время салт лейк тахо волкам съем так 23 тысячи населения 11 минут и мы на месяц мы подъехали что-то там с парковками тухло было как-то и решили в неваду поехать вот граница сейчас пересечем заедем в неваду и вон там вот пляж называется невада бич по-моему или что-то такое ну вот сейчас посмотрим там час парковка та-та-та-та гразни от меня бегают там по креслу попугайчики маленькие та-та-та-та да это та-та да это да это да это тахгр Нейн! 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 Нисть! Нейн! 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 Чего они так угорают, а с немецкого? Все очередь, чтобы границу пересечь. Здесь просто светофор, там нет такого. Сейчас покажу, уже миллион раз показывал. Это город State Line называется. Линия штатов, то есть граница. Прямо так называется. И вон они пошли надписи. Казино, казино, казино на Невадской стороне. В Калифорнии запрещено. Вообще, в Штатах запрещено. Такое солидное казино. Это прямо вот Вегас и Атлантик-Сити, но здесь, в Неваде, с казино проблем нет. Гоу-гоу-гоу! На следующий зеленый хоть успеем? Успели. А вот конкретно на границе сейчас встанем. Вот этот светофор, за ним уже Невада. Вот оно развлечение. Смотрите, где там надписи казино. Переедем, это все, и понеслась. Лейк Тахо. Высота 6285 футов. Вот Невада State Line. За светофором. Вот люди стоят в Калифорнии, вот люди стоят в Неваде. Кайф. Да просто вообще кайфушечки. Ну что, welcome to Невада. И где первая надпись казино? Где я ее увижу? Все поубирали. Офигеть. Что такое? Что вообще происходит? Так, Hard Rock Cafe я вижу. Вот Hard Rock Cafe Hotel & Casino. Вот оно. Кстати, только пересекли границу и сразу тополя пошли. Вот просто, я не знаю, тополиные посадки какие. Ели, что там были, что вот елочки стоят. И в Калифорнии были, и в Неваде они остались. Но здесь вот-вот просто лицепосадка какая-то, тополей. Июнь закончился у нас сегодня, что-то 30-е. Пуха нет. Так, ну мы въехали. Вот Campground Beach. Она говорит Beach. Я хотел сказать CC. Не, на самом деле десятку стоит на пляж. Мы купаться нет, но просто по пляжу побегать. Хотя вон люди купаются. Вон обнаженные тела. Есть туалет, где переодеться. Просто у нас все шмотки в чемоданах еще убраны. Они же в Сиэтл должны были лететь. Да, не поверите, но мы купальные вещи в Сиэтл тоже брали. Ибо там есть озера. Да, там есть озера, океан, залив, все дела. Думали, ну как бы, а почему бы не взять? Взяли, но в чемодане. Так что сейчас просто разуемся и будем по пляжу бегать. Пиявки будут бегать, мы будем бегать. А потом отсюда уже поедем заселяться. Ну и потом, соответственно, непосредственно в город выедем, покушаем, где не усядем. В кафе, ресторанте. А пока здесь на пляже. Как я уже говорил, пляж называется пляж Невада. Находится в штате Невада. Так, чтобы вы понимали, 10 баксов вход. Открывается в 8 утра и закрывается в 9 вечера. То есть вот большинство этих людей стандартные. Они как мы, обезбашенные, просто десятку заплатить за 10 минут. Они приезжают сюда с утра, берут гриль, палатки, я не знаю, павильоны. И просто весь день здесь живут. Тусят, купаются, грилят, едят. Все такое. Вот, это все 10 баксов. Это как бы недорого. Но мы просто заехать буквально на полчаса, на часик. Вот, видите? Пожалуйста, только газовый гриль. Никаких углей, чтобы ты мне тут воздух не засорял, скотина. Нормально я так загорел за сегодня. Сейчас тут постановил, что у нас дети впервые в Неваде. Говорю, Маруси, прикинь, это их второй штат. Ну как, в Калифорнии они там родились, это первый штат. А говорю, Невада, второй штат, Маруся. Говорит, ну тогда будь политкорректным. Третий штат. Я говорю, где это второй? Она говорит, Гавайи. У нас не штаты, что ли? Я говорю, божечки мои, точно. Третий штат твой. Пойдем на ручки. Третий твой штат. Невада. Тебе нравится? Дай поцелуйчик. Нравится Невада? Да, там вон озеро и шапки снежные. Кто сейчас будет по воде бегать? Ну как вариант папа точно. И ты, да, и ты. Погадайте, кто пойдет, кого я понесу на руках и кто пойдет пешком. Ты можешь мне вдруг на меня приедать? Не надо, нормально. У тебя вон карабин, я вижу. Не надо. А где крыжечку ты потерял? Дружочек, крыжечка где от бутылочки? Крыжечка, мама. А ты что такой весь красный в клубничке? Молодой человек, может вы как-то пешком пойдете, а? Нет? Хочешь пешком пойти? Да? Нет. Хочешь? Пешком. Так, вот асфальтированная дорожка прям до воды. Парковка была слева, парковка справа. Нам сказали, езжайте направо, если место найдете, там ближе к воде. Поэтому, собственно говоря, я направо поехал. И опять подтвердил очередной факт, постановил. Я приехал, мое место, вот второе, сюда третья машина встала, вот четвертое. Четыре места было, путешествуйте, Сережка всегда место найдет. Смотрите, обиделся, то что я его поставил. Говорю, братику ручку дай. Я не буду тебе руку давать. Братику ручку дай, куда ты на песок пошел? Пойдем, братику дай ручку. Иди, братику ручку лучше дай. Так, Майки, ты куда пошел? Майки, тут белки-убийцы, тут жирные очень белки бегают. Пойдем. Хотели раззуть, а пол раскаленный сразу же обули, ну нафиг. И довольный, маме, руку дал, бежит, а. Пойдем, Микелечка, пойдем тебе везти. Не надо, ты сам. Так, ну что? Не беги, аккуратно. Не беги. Ну, а папа с мамой что говорили? Бери бутылку, бери бутылочку, бери. Побежали. Пешком побежали. Ох ты е. Ох, е-мое, она ледяная. Там, смотри, что говорил, 15 градусов, но песок раскаленный просто. Вода ледяная, да? Да, вода ледяная прям. Как океан ледяная. Если жарко станет, скажете, да? Пойдем ножки охладим опять и опять в горячий песочек. На самом деле песочек не горячий, он приятный. Ну, вода, вода, ребята. Вау. Прозрачнейшая. Я очень люблю Таху. У меня мечта подавить здесь. Не конкретно на этом пляже, а знаете где? Где-то вон там вот. Где у нас Эмираль Бэй? Если получается вот здесь вот граница, то у нас здесь юг, там север. Вон там вот. Вот там подавить мечта у меня. Ты куда побежал? Куда побежал? Тебе жарко стало? И беги назад. Назад, назад, назад. Песочек, беги. Бегом, 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 бегом. Назад, назад, назад. Как водичка. Как водичка. Давай шаг вперед делай. Вот так. Вот так. Вот так. Счастье, счастье, счастье. Весь окровавленный стоит в клубнике. Какой вид, боже мой. Кайф. Тебе нравится? Конечно нравится. Капушечки. Так, понес закапывать море. Ну ты прям как этот, а? Одни откапывали, ты закапываешь. Айдя. Айдя. Натанечка, ты реально хочешь море закопать, это озеро, да? Да, у себя закапаю. А где гуси? Покажи, где гуси. Вон они, канадские гуси. Ну берегитесь. Так, самый главный канадский гуси уже понял, что надо сваливать. Канадские гуси. Ну вы попали. Майки бежит. Конечно осторожно. Мы не будем их убивать. Гуси, как гуси делают? Га-га-га-га-га-га-га гуси делают. Гуси га-га-га делают. Смотри какие гуси. Гуси. Как гуси делают? Как делают? Га-га-га-га-га-га-га. Офига себе, только что штурмовик прошел. Его никто не видел, все просто искали на небе с таким грохотом. А что, невидимый? Зона 51 здесь недалеко. Воневайте все-таки. Вот. НЛО. Нет, нельзя воду. Ты утонуть хочешь? Эй. Боже мой, водяной ребенок. Ты купаться хочешь? Ты уже далеко забежал. Пошли. Не надо так далеко. Иди бери ведерко и лопатку. Ну-ка бегом. Закапывай, откапывай. Бери. Так, ну что, вот у нас озеро Тахо. Вот мы снизу в Салт-Лик Тахо приехали. Вот граница Калифорнии. И нам час ноль-два до места нашей ночевки. Видите, где мы живем? Вот там вот домик на четыре дня. Наверное, на четыре ночи за тысячу. Я без преувеличения скажу, вот здесь вот такие дома сколько стоят. Мы смотрели, мы хотели тремя семьями выехать. У нас с Марусь такой план был. Но когда увидели, что тремя семьями надо шесть спален, а мы находили четырехспальневые максимум дома. Но они прям лакшери-лакшери, которые на озере. Четыре спальни, дом на озере, шесть-восемь тысяч. Это за выходные. Восемь тысяч на выходные. Домик. Вот поэтому мы живем всего лишь за тысячу и за час езды. На самом деле вот сюда вот полчаса где-то ехать. От Рино до севера, востока, так сказать, озера всего лишь полчаса. Полчаса и это нормально. За полчаса до Тахо с невадской стороны. Так, ну что, вон озеро у нас осталось позади. И мы пошли вглубь Невады. Получается, на север от озера. 40 минут отсюда. Это место нашей ночевки. Вот видите. Вот где озеро, где мы живем. Если вот досюда, то полчасика где-то. Нифига себе знак стоял, что мы въехали уже в черту города Карсон-Сити. Или область города Карсон-Сити. Я не знаю. Потому что такая снизу пояснение. Карсон-Сити это столица Невады. То мы не знали. А, так мы реально въехали в Карсон-Сити. Сейчас вот серпантин. Мы с горки машина загудела. Батарейка, походу, полная. Да, батарея полная. Она, чтобы не лопнула, она отдает заряд. Выплескивает его, так сказать. И сейчас мы вниз спустимся. И там сразу Карсон-Сити, столица Невады. Вон он. Я его вижу. Вон он, Карсон-Сити. И Сьерра-Невада на горизонте. Все в белых шапочках. Такие типично Невадские пейзажи. Смотрите. Было бы это чуть повыше, так раза два. Была бы тундра. Не, ну реально просто пустыня. Пару деревьев и кустарники. И все. Невадская пустыня. Да, да, я понимаю. Папа тоже не может это терпеть. У нас Майки решил атмосферу в машине испортить. Говорит, у него памперс был сильно пустой. Теперь такой запашок стоит на всю машину. Что ж Нейд возмущаться начал. Что вообще за происходит? Подстава. Говорит, уберите его от меня. Так, ну вот, собственно говоря, столица Невады. Деревня деревней. Большая деревня с большими пробками. Так, у нас красненький. Рино. Куда едем? Обожаю это по мне. Highway 70 миль в час. Значит, можно ехать 75. Я пятерочку нарушаю. Ну, иногда на 8, но это прям потолок. 91 градус за бортом. То есть температура, я тебе дам, что-то в районе 32, 3, не знаю. Но здесь снизу у вас написано, как обычно. 92, пошла жара. Температура растет. Мы спустились с гор. Да, как ни странно, озеро Тахо. Оно находится в горах. Оно очень глубокое, поэтому оно всегда ледяное. Не успевает прогреваться, потому что оно реально глубокое. Где-то в горах, и там такое ущелье, где вот эта вся вода собирается. Вот мы спустились вниз, и здесь пекло в этой пустыне. Пока 92. Зона, зона, ребятки. Вон вышки вертухаи стоят. Будет табличка, что это за термофедеральная. Или какая у них еще у них тюрьмы есть федеральная. Потом стоит призн. Ну да, это есть федеральная. Есть еще приватные тюрьмы. Не видел я таблички. Карсон Сити. Даунтаун. Вирджиния Сити. Национально-исторически. Это город, где все эти салуны, где вот как он был нафиг 200 лет назад. Вот этот вот город так и сейчас там стоит. Вирджиния Сити. Красивый городок. Мы там были дважды, дважды. Очень нравится. Такой аутентичный. 93 градуса. Я только вылез. Боже мой, я горю заживо. Быстренько в магазин, в кондиционированное помещение. Да, ну все как положено. Первое, что мы делаем, когда прилетаем, берем машину и едем в магазин. Здесь же мы в магазин под конец дня заехали, ибо мы уже на машине. Сейчас Маша список составила, я не обновился. Да, я взял авокадо, бананы и морковку взял. Авокадо готово, хорошее. Как обезьянка делает? Вот так делай. Майки, покажи, как обезьянка делает. Вот обезьянки. Стой. Вы лучше, чем обезьяна, обезьяну копируете. Это просто какое-то адское пекло. Так, сколько нам? Ребята, гоу-гоу-гоу. Четыре минуты до дома, два километра. Я не знаю, как можно путешествовать в машине меньшего размера. Весь полк занят покупками, весь багажник занят сумками, колясками и чемоданом. Рюкзаки. Вот мне бы бокс на крыше точно не помешал, но его невозможно поставить на эту крышу вообще, как ни крути. Погнали. 96 градусов. Ну, я говорю, просто пекло. Асфальт плавится, запах паленого вот этого вот плавлящегося асфальта. Это просто жесть какая-то. Пересекаем небольшой мостик. Под ним речка под названием Драй Крик. Сдается мне... У нее вода стоит, небольшой ручеек, но стоит вода. Я думал, сдается мне, что воды там не будет. Три минутки. Три. Две даже минуты. Две минуты осталось. Майки, с тобой-то что? Мне дают покоя лавры брата. Не, ну, 96 градусов, это серьезно. Держу пари, завтра за сотню будет. Так, мы где-то будем на ранчо жить, что ли? Тише, тише, тише. Ребята задолбались за сотню. 97 градусов, чтоб меня. Ой-ой-ой, ну мы возле речки жить будем, хотя бы. У нас Чорч рядом, огромная. Баптистская или Презвитерианская какая-нибудь. Все, 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 поворачивай. А вот наш дом, вон он. Нифига себе домик. Вау. Это что, все нам? No winery this road. А вот и winery, да ладно. Захотел венца пешочком, раз. Нет, это не наш дом. Наш дом, вон он, следующий за ним. Так, у нас номер дома 3575. 3535, 3555, задается мне. 3575, вот наш дом. 3575, да? Огромный домик. Четыре спальни и зал. Послушайте. Виста Гарденс. А? Сейчас я так припаркуюсь. Жопкой прям к подъезду. Кайфово, мне нравится. Пожалуй, давайте начнем. Я уже все рассортировал, все вещи выгрузил. Матрасы надул. Сейчас детей кормим, моем, усыпляем. Вот наша машинка. Зеленый газончик, смотрите, какой с детьми в футбол играть. Вот наш дом. Как я уже ранее говорил, парадный вход. Четыре спальни. Одна ванная комната. Две. Вот. Огромный кондиционер. Фиг знает, каких годов. Гриль. И терраса, собственно говоря, смотрите, стол. На улице жара. Тридцать шесть градусов. Просто адское пекло. Вот через эту дверь можно зайти. Это я не знаю. Это стиральная машинка старая. Да ладно. И вот эта выжималка. У нас наподобие такой в Казахстане было. И это весь дом для нас. Заднюю дверь оставили. Ой, свет. Телек работает. Нифига себе. Ой, кондиционер. Это клево. Пепельница есть. Зачем она нам? Холодильник делает лед. Все. Еду завтра, покупаю ром и делаю мохито. Телефон. Обалдеть. Ну, слушайте, клево. Да. Все, сейчас папа продукты приносит. Папа продукты приносит. Давай, маленький мой, давай, помогай. Ой, умничка. Ой, спасибо. Все, сюда ставим. Давай еще водичку мамину. Ой, ты молодец какой. Все перенесли, да? Где ты такую машинку нашел? Короче, дом огонь. Кондиционер, правда, это я как понял. Вот это вот все. High и low. Какой low high? Нафиг high do it. Ой, нет. Перебор. Так. Это с этой стороны мы зашли. Я вам показывал. Там, видимо, проход. И, видимо, хозяева живут. Огромная веранда. Вот центральный вход. Машина стоит. Это зал. Телевизор. Замечательно. Видеомагнитофон. Панасоник. У меня у дяди такой был. Вау. Видеокассеты, ребята. Черный красавчик. Black Beauty называть. Знаете, как... Это же мое детство. Черный красавчик. Чего? Пиночьо. Пиноккио есть здесь. Cats and Dogs. 102 далматинца. Я только 101 знаю. По-любому подделка. Вот оригинал 101. Так, ребята. Не надо карты. Карты! Так. Зачем мы? Мы картежники, да? Я понимаю, что здесь Вегас, казино, все дела. Но не надо сразу карты. Ребята, не надо диснеевские карты. Что тут? Половина мутант. Wi-Fi. Ты слышишь, программист маленький. Иди. Иди маме помогай. Так. Ну, в общем, DVD-шки. Тут и DVD-плеер. Все дела. Так. Ну, давайте пойдем посмотрим. Говорю, Марусь, как дом. Она говорит, большой. 5 спален, да? 4 спальни. Это кладовка. Где свет включается? Давайте в коридоре. Да будет свет. Комната номер 1. Все, ретро-стиль. Замечательно. Проблема выбрать комнату, где кто жить будет. Номер 1 комната. Комната номер 2. Замечательно. Здесь что? Ванная комната. Да, ладно. Под стариночку, ребята. Кайфушечки. И душ также, да? Все замечательно. А ну-ка, выходим. Мы еще не идем мыться. Выходим, мы просто исследуем. Исследуем. Мы дальше идем. Натаня, Эльмикель, мы еще не все комнаты видели. Третья комната. Ой, какая огромная. Смотри, детская кроватка. Ты будешь в кроватке в детской спать? Или тебе матрас надуть? Матрас не будем надувать. Будешь в кроватке спать? Иди. По очереди будь в кроватке спать. Так. И еще одна огромная комната. Это мастер-бедрум. Ёкарный бабай телевизор. Нормально. Здесь душ. Да. Кондиционер. Только в зале. Здесь везде вентиляторы. Печаль-беда. Так, здесь мы были? Да, тоже только вентилятор. Но здесь прохладно в комнатах хотя бы. Так, здесь мы были. Вот сюда мы не заходили, в этот закуток. Что это у нас? Бойлеры и пылесос. Маруса на кухне. Эксит. Это выход на веранду. Замечательно. Только дверь почему-то открыта. Мне это не очень нравится. Вот. А что она? А она? Стоп. Это? Плесдонат лок. А, не закрывай скрин-дор. Ну, нифига себе. Да ладно, ребят. Вы что, серьезно, что ли? Он не закрывается. Ну, ладно, что. Поверим на слово, что нас никто не сесть, не ограбит. Ну, дом огонь. Только кондиционер в одной комнате. Это печально. А так все ништяк. Ти-ти-ти. Маруся, я нашел одну комнату, в которой точно кто-то из нас будет жить. Там кровать детская есть, как у нас. Он делает лед. Духовка. Пиццу буду сегодня готовить. Посудомоечная машина. Ножи. Приправы. Приправы. Вот. Все замечательно, ребятки. Завтра покупаем лосося. Чайник со свистком. Завтра покупаем лосося. Послезавтра и жарим. Вон, то гриль я ее распакую. Так. Ну что, ребятки, я не знаю, еще пока с вами не прощаюсь. Я не знаю, что мы сейчас будем делать. Раз эта кровать не наша, ее можно разносить, да? Как на батуте, а? Боже мой, боже мой. Я реально поскромнее был. Бог мой. В кого вы? Вы просто меня переплюнули. Прибежал купаться. Купаться. Она тепленькая. Только ее много, наверное, надо выкачать чуть-чуть. Да? Да? И тебя сейчас. Садись. Садись, Натанчик, садись. Натаниэль, садись. Ничего там не трогай. Боже мой. Вы просто посмотрите. Это же... Нет, там много воды. Под краном. Рычажок. Вытащи его. Так, только давайте ничего не будем проливать, топить. Так, ну что, ребятки, на этой нотке все-таки поцелую вас их в пузико. Лайки ставьте, подписывайтесь, комментики. А я пойду в душ, приготовлю себе пиццу, открою пивка холодненького. Маша сейчас работает. И вот на вот этом замечательном телевизоре где-то 51 дюйм... 55-60 дюймов, я бы сказал. Нет, для полтинника мало. 55-60. Это поменьше, чем в спальне. В спальне там дюймов 80, наверное. Ну так вот, перекидываю фоточки. И увидимся уже завтра. Наши друзья в 4 ночи выезжают им 3,5 часа сюда пилить. Договорились, что где-то в 8 встречаемся, хайкаем, купаемся. Вот они переночуют. В воскресенье, я думаю, мы еще встретимся. И потом они домой поедут. Мы еще здесь до вторника останемся. Так что, увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok